по поводу пятого обета не отравляй свой ум веществами может дадите какие-то примеры на конкретных ситуациях к примеру банка пива после рабочего дня скажем психиатрический трип для того чтобы разобраться с какой-то ситуацией и встреча с украшения вопрос о преимуществах. Преимущество говорит о том, что не применяйте токсиканты, которые уничтожат в вашем сознании вопрос о преимуществах в том, как вы видите правильное преимущество Если, например, один бутылочный бутылок после работы или психотерапевтический третий для решения о своем личном проблеме, или, например, на партии... Это как он сказал! Этот пресепт означает не принимая ничего такого, что бы сделал твой ум неясным. Никаких! Но если его сознание уже неясно... И тогда что-то, что он сделает неясным, не поможет ему. Да, конечно. Поэтому любое другое вещество, или любое другое вещество, которое сделает его еще более неясным, в этом не это находится. Это не заключается. Дело в том, что бы не принимать никакого алкоголя вообще. Например, лекарства содержат алкоголь. Есть достаточно лекарств, которые содержат алкоголь. Или конфеты, например, с ликером. Но многие люди принимают алкоголь для того, чтобы опьянеть. Чтобы, наоборот, что называется, принять идентифицирующие вещества. Точка, где я решаю – это мое намерение. Не просто твое намерение. Ты должен использовать здравым смыслом. Например, если ты выпьешь в банку пива, и ты знаешь, что твой ум сохранит достаточную ясность, то нет никаких проблем. Ты должен знать свои границы. Но если ты пересечешь это ограничение, и ты знаешь об этом, то твое намерение уже не берет свое внимание. Ты уже разрушаешь свою практику. Я никогда не слышал о том, что можно решить свои собственные проблемы путем психоделического путешествия. Смотри на них трезвым. Это лучше. Когда я был молодым подростком, молодым человеком, то я иногда принимал марихуану. И когда мы с друзьями выкурили марихуану, то у нас была леча. Это была беседа высокого класса. Я однажды подумал, у нас такая беседа, высококлассная, интеллигентная. Я лучше запишу, чтобы не забыть. Так что у меня был записчик, и я запишу. И этим вечером я записал наш разговор. Два часа разговаривали. На видео или на... На кассетку. Да, в то время были большие рамки. На плену. После того, как я пришел в норму, я послушал, что я записал. И все, что мне казалось высококлассным и интеллигентным, оказалось глупым и бесполезным. И когда я услышал это, то в это время я понял, что достаточно, я прекратил курить. Поэтому я извиняюсь, я очень скептически отношусь к подобной истории.